Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. В продолжении темы поглумившегося над землетрясением в Турции, внесенного в перечень физлиц, выполняющие функции анастарального агента на территории РФ Галкина. Хочу сказать, что прочитал комментарий, опять-таки, в СМИ, по материалам СМИ. Женщина пишет, зашла к нему в запрещенную награмму. Так он там даже и ничего отменять не собирается. Концерт, напомню, 14 февраля у него. И людей возмутило его приглашение. Кто-то пишет, что оно снято до событий всех, которые произошли. Вы знаете, до до или после оно снято. Если после, это вообще. Но если оно даже за день, там, за два до снято, его уже не должно быть, с моей точки зрения. Даже если оно за день снято, это и есть глумление. Потому что, извините меня, произошла такая огромная трагедия. Погибших больше 20 тысяч, ранено больше 75 тысяч человек. А у тебя будет висеть приглашение на концерт. Это же просто издевательство. Это и есть глумление чистой воды, с моей точки зрения. Даже если оно снято до, оставить его после того, что случилось. Но я сейчас, думаю, сам зайду. В избежание всяких там, значит, кривотолков. Я зашел в запрещенный грамм, посмотрел. Слушайте, друзья. Так у него даже нет, он ничего не отменяет. Женщина правильно написала. Он не отменяет концерт. У него нет никаких сообщений об отмене на 14 февраля. Более того, уже после того, как все это случилось, у него есть хихоньки-дахахоньки отчетные с концертов Германии. Никаких соболезнований там нет. Никаких там постов. Я помню, когда он из России бежал, значит, то, что там происходило в сопредельном государстве. Он истолковал по-своему, естественно, как это выгодно заокеанским хозяевам. И он там выставлял посты, что он там говорил, вот там все это. Ну, заступался, в общем. А здесь у него ни одного поста. Что ему вообще, понимаете, как избирательная какая-то у него человечность в этом смысле. Поэтому, ну а что, там надо было? Там надо было выслужиться, а здесь что выслуживаться? Понимаете, ну хотя бы какой-то пост можно было сделать. Что, мол, того, что, друзья, ну вот такая трагедия, соболезнования, выражаю, у меня скоро концерт. Ну, по-человечески просто, да? Он не состоится, потому что, ну, сами понимаете, куда, какой концерт в Стамбуле. Но вы понимаете, здесь вопрос в том, что Стамбул-то он как бы не затронут так сильно, как в Стамбул. Там и вот эта туристическая зона, Анталия, Алания там и так далее. Поэтому он понимает, что в Стамбуле, в общем-то, много и кто может прийти в этом смысле. То есть не только турки, там же много и выходцев в страны СНГ. Поэтому кто уехал, да и кто вообще там жил, и вот за последний год кто переехал. То есть можно кассу собрать. Поэтому вопрос-то заключается в том, друзья, что если 14 февраля, я просто даже это представить себе не могу. Просто представить, у меня вчера это шокировало, потому что я не могу себе представить. Сегодня женщина одна написала в комментариях, а как он начнет концерт? Минута молчания, а потом давайте поржом. Вы уж меня извините, но я вот цитирую то, что написала подписчица или зрительница просто. Значит, ну а получается так. Я просто даже представьте, снимал, как 14-го числа человек может выйти на сцену. Ну а за три дня, за четыре дня до концерта, билеты-то у него, наверное, покупали до этого. Понимаете, в чем дело? Поэтому у него вопрос сейчас стоит, но у него никаких отмен, ничего нету. За три-то, за четыре дня уже бы это было. Поэтому, значит, он не собирается отменить, по крайней мере, на вот момент съемки видео. Поэтому глумление для меня, друзья, не то, что он снял до или после, а сам факт наличия сейчас видео с приглашением на концерт в Стамбуле. В момент того, как там... Я сегодня еще раз говорю, я посмотрел, как обнимается кошка с собакой, которые потеряли хозяев, полную семью там и там. А когда я смотрел, как отец держит руку погибшей девочке, дочери, ну там вообще кадры вот сегодня достали двух девочек, по-моему, 99 и 101 час, по-моему, что ли, вот если я могу немного ошибаться, но там совсем маленькие детки. Ну это с содроганием сердца. Я считаю, что, естественно, там уже давно бы у него все это было отображено. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях, с вами был Будда Гришна. Посмотрим, 14-го, посмотрим, будет или нет. Но если будет концерт, не знаю, мне кажется, что это уже все, это за гранью. Как Жиринов сказал, дальше некуда. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочку в закрепленном комментарии, в описании к видео, для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7, плюс мои ролики на социальные и политические темы. Друзья, здесь на YouTube есть канал, он тоже называется Будда Гришна. Новости, он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.